Nissan GT-R, это просто легенда среди авто, очень популярная у любителей тюнинга. Первый Nissan GT-R выпустили еще в 1969 году, и с тех пор вышло 6 поколений этой модели. Последняя, R35, представили аж в 2007 году, то есть оно уже немножечко приелось. Но не переживайте, на подходе новое, седьмое поколение GT-R, и сегодня я расскажу вам все, что о нем известно. Ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Первонаперво хочу задать простой вопрос. Какой Nissan GT-R ваш любимый? Если вы из зумеров, то, вероятно, R35, нынешнее поколение. И вы, наверное, не раз видели его в наших видео. Если вы миллениал, вы, пожалуй, выросли на серии фильмов Форсаж. И тогда ваш любимый GT-R R34. Однако, если вы из поколения Х, как я, то выросли вы, играя в первую часть Гран-Туризма. И там был R33. Мой любимчик. Кстати, о Гран-Туризме. В Гран-Туризме 6 намекают на то, как будет выглядеть поколение R36. Видите ли? В этой игре есть машина Nissan Concept 2020 Vision Гран-Туризма. И выглядит она вот так. И, вероятно, что она послужит основой для следующей дорожной версии GT-R. Которая будет выглядеть вот так. Так, вы пока не торопитесь. Вдохните, выдохните. Сделали это? Ладно, у нас закрепленный комментарий под видео. Напишите, что думаете по поводу дизайна этого авто. Нравится? Полный отстой? Дайте знать. Хорошо, а мы почитаем и, может, даже ответим. Ну ладно, что бы вы ни думали, задача перед R36 стоит серьезная. Видите ли, когда вышел R35, он заработал репутацию недорогого убийцы суперкаров. Так, у него была мощность 480 лошадей, ровно столько же, сколько у Porsche 911 Turbo. При этом, стоил R35 GT-R 58 тысяч фунтов, а Porsche 100 тысяч. То есть, GT-R был чуть ли не вдвое дешевле Porsche. Однако, за прошедшие годы и Porsche, и прочие автопроизводители суперкаров прибавили в мощности. Поэтому Nissan пришлось не отставать и также наращивать лошадки у GT-R. В результате он стал дороже. Нынешний GT-R мощностью 570 лошадиных сил стоит уже за 80 тысяч фунтов. Конечно, если сравнить с нынешним Porsche 911 Turbo мощностью 580 лошадиных сил, тот стоит 140 тысяч фунтов. То есть, если прикинуть, опять-таки, едва ли не вдвое дороже, а производительность почти такая же. И это модель начального уровня. Есть и другие, Nissan GT-R, тот же Nismo, который стоит дороже 170 тысяч, при том, что у него всего на 30 лошадей больше стандартного авто. Почему так дорого? Ну, из-за обвеса, углепластика и хитрых колес, больших тормозов, другой подвески и тому подобного. А еще редкости. А если нужен совсем редкий GT-R, есть и Талдизайн 50 с уникальными кузовными панелями и прочими доработками мощностью более 700 лошадей. Впрочем, стоит такой за миллион фунтов. И его не купить, всего 50 экземпляров, отсюда и название. Так вот, цена и мощность не единственные ключевые аспекты нынешнего стандартного R35. Стоит учесть еще кое-что. Например, безопасность. Видите ли, нынешний R35 не прошел нормы по боковому столкновению для выхода на австралийский рынок. А значит, его в Австралии больше не продают. И поэтому-то мы уверены, что будет новый R36. Ведь директор по маркетингу австралийского подразделения Nissan заявил, «Не страшно, что R35 сняли с продаж, это еще не окончание истории GT-R в Австралии». Да, мы так понимаем, это намек на то, что полным ходом идут работы над новым R36. Однако, разрабатываемое авто будет сильно отличаться от предыдущих поколений. Думаю, самое время небольшого экскурса в историю. Начнем сначала. 1969-й. Первый GT-R был основан на Skyline Coupé. Однако у него был отлаженный двигатель, двухлитровая рядная шестерка с колоссальной мощностью 160 лошадиных сил. Это был первый так называемый суперседан. За 20 лет до появления BMW E30 M3. Это к слову, немцы, ясно? Утритесь. Второе поколение GT-R вышло в 1973-м, и опять же было оснащено отлаженной двухлитровой рядной шестеркой мощностью 160 лошадей. Вот только кузов уже был от последней версии Skyline Coupé. Это очень редкое авто, ведь их сделали всего 200 экземпляров, потому что топливный кризис спутал все карты производителям мощных седанов. Ну как седанов это купе, но вы поняли о чем я. В общем, Ниссан этот топливный кризис задел серьезный, как говорится, обжегшись на молоке, дует на воду. Поэтому они не выпускали новых GT-R вплоть до 1989-го, когда вышел легендарный R32. Опять же, он был основан на Skyline Coupé, но был сделан сразу с прицелом на гонки, и в гонках он поучаствовал. Эта модель доминировала в японских кузовных автогонках с 1990-го по 1993-й годы и выигрывала в каждой гонке. Она даже победила в знаменитой австралийской гонке Баттерс 1000, после чего и получила прозвище «Годзилла». Представляю, что австралийцы, глядя, как это авто уделывает остальных, говорят «Это правда, чел, это японская настоящая Годзилла!» Скверно у меня австралийский акцент, извините, не отписывайтесь от меня, пожалуйста. Йок-макарёк! С тех пор все GT-R очень хорошо показывали себя в японском гоночном чемпионате Super GT. Вот только новый R36 не покажет. У-у-у. Не переживайте, это не потому, что R36 будет полный отстой в плане покатушек, просто поменялись правила. Раньше гоночное авто обязано было соответствовать дорожному, то есть если хотите влепить огромную турбину на гоночное авто, извольте сперва поставить ее на серийное дорожное авто. Теперь по-другому. Скажем так, взаимосвязь гоночного и дорожного авто стала довольно условной. Например, был случай, когда один гонщик участвовал в чемпионате на Тойоте Приус, оснащенной двигателем V8 от Lexus. Я был в восторге. Также гоночная модель Хонды NSX, пусть и выглядит как дорожное авто, но компоновка у нее передняя, а не среднемоторная. И к тому же у Nissan уже есть машина для участия в Super GT, и она основана на новом Z. Да и двигатель там двухлитровый четырехцилиндровый, а кто будет ставить двухлитровый четырехцилиндровый в следующий GT-R? Так ведь, все равно, что воткнуть двухлитровый четырехцилиндровый на какой-нибудь Mercedes-AMG C63. Ой, погодите-ка. Как бы то ни было, у GT-R всегда был шестицилиндровый, самый известный из которых RB26, 2,6 литра Твин Турбо, который впервые поставили на R32. Когда вышел R32, Nissan заявили, что мощность двигателя 276 лошадиных сил. По негласной договоренности в Японии это была предельная мощность для дорожных авто. Ну, типа как немцы делали машины, разгонявшиеся до 250 и не больше. Однако, по мере того, как делали двигатели для R33 и R34, мощность возросла уже до 330 лошадиных сил. А у гоночных версий она и вовсе была до 600 лошадей. Для сравнения, это всего на 100 лошадей меньше, чем у болидов Формулы 1 90-х годов. Для R35 Nissan продолжили делать шестицилиндровый, но уже V-образные, а не рядные. Также увеличили объем до 3,8 литра. Негласная договоренность японцев также была забыта, и мощность выросла до 480 лошадей. С тех пор Nissan его еще доработали, и теперь его мощность 570, но двигатель настолько мощный, что его можно дорабатывать и дальше. Делать другой выхлоп, чип-тюнинг, поменять турбину, без необходимости лезть во внутрянку самого мотора и таким образом разогнать его до 800 лошадок. Ну а если доработать и сам двигатель, там уже, сами понимаете, тысяча лошадей, полторы тысячи, все возможно, без вопросов. Кстати, если хотите посмотреть наш заезд на тюнинговом R35, разумеется, хотите, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы перейти к видео. Мне тогда было страшно. Впрочем, вас я сейчас тоже напугаю словом гибрид. Nissan, возможно, подумывает сделать R36 гибридом, но не переживайте, это не будет нечто кастрированное, типа мерседесовского C63. Вероятнее, что используют V6 3,8 литра, но добавят гибрид, чтобы снизить заявленный расход и вложиться в нормы по выбросам. Видите ли, Nissan уже баловались с установкой гибрида на мощный твинтурбо V6. Поставили его на GTR LM NISMO, который участвовал, ну, точнее, пытался участвовать в гонке Лиман 15-го года. Опыт был не очень удачным. Дело в том, что там была очень мудреная конструкция. Вместо батареи была некая система с маховиком и использованием тормозов. Короче, работало все не очень. Поэтому вполне вероятно, что для будущего дорожного гибридного GTR Nissan перестрахуются и поставят обычную систему с батареями. У Nissan достаточно опыта работы с батареями и электромоторами. Например, недавний кроссовер Aria с электромотором на задней оси и мощностью 217 лошадей. Nissan могли бы взять этот мотор для GTR и заставить работать в связке с V6. Совокупная мощность тогда перевалит за 700 лошадиных сил. Собственно, Nissan уже пытались ставить мотор Aria на одноместный гоночный автомобиль. Разумеется, с такой мощью нужен полный привод, а полный привод — это характерная фишка GTR еще с R32, не так ли? У последнего R35 полный привод довольно замороченный. Грубо говоря, тяга сперва отправляется на заднюю ось, а потом уже на передние колеса, и коробка при этом так называемая трансаксель. Все очень запутанно и конструктивно в том числе, особенно печально в случае поломки. С гибридом все эти заморочки излишне ставишь, ДВС с тягой на заднюю ось, может с дополнительным моторчиком для буста, плюс два электромотора на передней оси. Довольно знакомая схема, не так ли? Вроде как Хонда использовали такую для NSX, а еще Феррари для нового SF90. В плане производительности вышло неплохо. Вся эта конструкция, конечно, утяжелит авто, снаряженная масса нынешнего GTR — 1750 килограммов, с гибридом, всей заднеприводной ерундой, и т.д. и т.п. Новое авто будет тяжелее. А еще куда дороже. Впрочем, оно все равно будет значительно дешевле других мощных гибридов SV6, вроде McLaren Arturo стоимостью 180 тысяч фунтов, и Ferrari 296 GTB стоимостью 230 тысяч. Так что, с учетом этого, GTR в любом случае останется относительно недорогим убийцей суперкаров. Если вам понравилось, поставьте нам лайк, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще видео, или на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал.